Многие ребята по приезду в Испанию устраиваются на работу и работают, как говорится, без контрактов. И, конечно же, получают деньги, ну, черными, правильно? Потому что многие, может быть, получают пособие, а многие просто просят своих работодателей, чтобы им сделали, ну, к примеру, медиахорнадо, как у нас говорят, то есть на полдня, да? А все остальное получают черными. Это все прекрасно, ребятки, но дело в том, что вот такие временные работы, они не постоянные, понимаете? И или поздно это может закончиться, и закончится не очень благополучно для вас, потому что, вот представьте, вы живете в этой стране, да, и платите за квартиру, за свет, за газ, и у вас есть свои, как говорится, месячные растраты, правильно? И именно налоговая здесь, она все прекрасно видит и понимает, как можно жить, к примеру, зарабатывать 500 евро и платить 1200. Или, к примеру, вам нужно будет купить машину со временем, правильно? И вы покупаете деньгами неизвестно откуда взятыми. То есть, получается, вот здесь налоговая может, как говорится, и оштрафовать. Конечно же, многие получают тоже различные помощи, допустим, как ребята с Украины, правильно? И, ребята, так же сам могу сказать, что эти помощи, они не навсегда. Рано или поздно они заканчиваются. Вот потому я сегодня хочу вам рассказать именно положительные стороны по поводу помощи в Испании, именно вот для людей, которые работают. Запомните то, что, начиная платить налоги в Испании, у вас тоже какое-то есть будущее. Потому что Испания в 2012 году заключила договор, допустим, с Украиной, о том, что ваши пенсии, как говорится, не пропадут. И вы сможете получать, совмещать две пенсии, испанскую, конечно же, и украинскую. В этих подробностях я расскажу вам в следующем видео. А сегодня именно о помощях в Испании, именно пособиях. Давайте представим, вы работаете и вас увольняют. Что нужно делать теперь для того, чтобы начать получать определенные пособия? И, конечно же, сколько нужно проработать для того, чтобы начинать получать пособия? В Испании нужно проработать один год. Наверняка он у вас уже есть, правда, вы его наверняка уже накопили. То есть, получается, вам можно уже начинать получать пособия. Для того, чтобы начать получать пособия, ребятки, вы должны будете зарегистрированы в СЭПИ, как называют у нас в Испании. Своего рода встать на учет, и это обязательно. И, конечно же, записаться в активном поиске работы. А вот теперь об этом поговорим в двух словах. СЭПИ вам предоставляет определенные курсы. Ребята, мой вам плывается совет. В СЭПИ есть также само курсы платные. Вот представьте, вы уходите на курсы, обучаетесь профессии, и вам еще и платят в месяц. Но, конечно, профессии не те, которые выбираете вы, а, конечно, которые выбирают они, и которые нужны Испании. И также вам дают определенный диплом, и даже могут устроить в будущем по этой специальности. Я считаю, очень большой плюс, правда? Курсами пользуется очень много испанцев. К примеру, допустим, люди, которым тяжело найти работу в определенном возрасте или молодежь. Вы получаете пособия, и так же само можете работать, и они совмещают это. Но об этом вы лучше узнаете, конечно же, в СЭПИ, все подробности. И, конечно же, вы у меня спросите, сколько вы будете получать по безработице, если вы уже проработали один год? Здесь, в Испании, вам дают 4 месяца по безработице. Сколько вы будете получать, все зависит, конечно, от вашей заработной плати. Если вы проработали, к примеру, у вас была зарплата 1200, и вы проработали 40 часов, то есть полный рабочий день, заработиться вы примерно будете получать 800 евро, 850. Но все зависит и выше. То есть, я считаю, отлично по безработице. И, кстати, ребятки, что хорошо, когда получаешь по безработице, у вас есть еще одна такая возможность, к примеру, найти себе новую работу, новое рабочее место. И, конечно же, хоть как-то выживать. И у кого есть дети, особенно если эта женщина одинока, к примеру, и у нее есть ребенок до 26 лет, после того, как она закончила получать пару, она имеет право о пособии. Еще одно пособие для людей, у кого есть дети меньше 26 лет. То есть, получается, вам еще 6 месяцев дадут пособие по безработице. В том году оно было 480 евро. Но, опять же говорю, все зависит, сколько вы времени проработали, сколько часов. В этом году его подняли, уже это 530 евро. Но, также я вам могу сказать такую вещь, ребятки, это пособие, вы будете получать эти месяца, и потом вам нужно будет устраиваться на работу. Ну, я считаю, хороший мостик, правильно? Их помощи здесь, в Испании, очень-очень много, ребята. Самое главное, это начать. Также зависит все от вашего возраста. Если, к примеру, вам 35 лет и больше, 45-55, есть очень много помощи. Ну, конечно, для этого нужно работать. Не так, что приехать только-только и начинать получать пособия. Хотя есть многие такие. Узнать, какое пособие вам принадлежит. Вы можете зайти на страничку СЭПИ, перевести ее, оговориться, на ваш язык, и там подробности пишутся полностью, все помощи, которые вы можете выбрать, или которые вам принадлежат. Также в Испании, после пандемии, тоже появились очень много помощи. Тем более сейчас, помощи для малоимущих. Люди, которые не находят себе работу так быстро, или после-за возраста, или из-за того, что у них есть дети. Каждый год они обновляются. В пандемии появилась еще одна такая помощь, которая называется Por falta de cotización. Что обозначает, к примеру, да, вы проработали 3 месяца и вас уволили. Что теперь? Вы проработали 4-5 месяцев, и вы еще не проработали эти 6, чтобы начать получать по безработице. Для вас тоже есть определенные помощи. Ребята, заходите и интересуйтесь. Давайте же я вам расскажу все-таки, как делают испанцы. Давайте представим, что человек проработал на определенном месте, ну, 2-3 года. То есть, получается, когда его увольняют, хозяин обязан обязательно выплатить ему по заключению контракта ликвидацион, как у нас называют. То есть, он должен выплатить определенные деньги. Все зависит от вашей заработной платы и месяцов, или годов, которые вы проработали с этим хозяином. То есть, получается, он увольняется, и у него уже есть какие-то денежки, правильно? Потом он становится на побезработице в СЭПе. Там ему говорят, что на следующий месяц он получит побезработице. То есть, у него уже есть какие-то накопления, и в следующий месяц он уже начинает получать эти помощи. Максимум в Испании вы сможете получить побезработице на 2 года, не больше. Можете 2 года просидеть, но, конечно, для этого нужно хорошо работать. Многие делают по-другому. Это мой вам секрет. Они получают побезработице, но, тем не менее, продолжают работать. Ну, не во всех работах можно позволить себе это. Это правда. Я тоже так делала. Также не забудьте, для того, чтобы получать побезработице, когда вы будете выезжать в другую страну, нужно обязательно об этом предупредить, потому что у вас могут ее отобрать. Ну, и также расскажу вам обязательно, что нужно для того, чтобы получать это побезработице, и чтобы у вас его не отобрали. Да, потому что месяц вы должны будете отмечаться. Можете сделать это по специальному приложению, это ЦЭПе. Или просто ходить именно побезработице в этот центр и отмечаться там. Если вы вовремя не отметились, у вас могут отобрать на следующий месяц, как бы оштрафовать вас и не дать вам это по пособии. Выезжая из страны, вы должны обязательно сообщить в этом ЦЭПе. И будьте очень осторожны при выезде больше, чем на три месяца. Учтите обязательно это. Вам же нужно будет где-нибудь отмечаться. Тоже могут вас за это оштрафовать, если вы вовремя не предупредите в ЦЭПе. Также, если вы устраиваетесь на работу, к примеру, вас тоже забирают, как говорится, определенный кусочек. Но получая побезработице, вы также можете работать. Давайте представим. Вы устроились на работу, где работаете, к примеру, там два-три часа. Вы имеете право полное получать пособие и продолжать работать. Смотрите, какой позитив, правда? Будет высчитывать именно эту часть зарплаты, которую вы получаете. Но тем не менее, идет как вроде бы зарплата, правильно? Еще хотела вам добавить по поводу побезработицы. Это, конечно же, плюсы. То, что пока вы стоите побезработице, получаете это пособие, вы продолжаете зарабатывать свой рабочий стаж. В Испании также есть очень большая безработица. Всем нам известно. Ну, как же они выживают? Интересно, правда? Вот давайте представим. Вы получили пособие по безработице, потом получили специальную помощь. Все это закончилось. И что дальше? И вот здесь тоже начинаются определенные помощи, потому что вы становитесь своего рода малоимущим. Вы не доходите до именно этой зарплаты минимальной, правильно? То есть нужно на что-то жить, правильно? Здесь страна и тоже помогает вам, как говорится, выжить. Это пособие называется «Виталь». Помните, я вам рассказывала в одном из моих видео, что обозначает? Так же самое это пособие могут получить и иммигранты, которые уже проработали больше года в Испании. Но, честно говоря, для нее специально нужно взять определенные пункты. Чтобы получать это пособие, вам обязательно нужно делать декларацион де ла рента, что обозначает делать годовой отчет. Доказать, принести, что у вас именно зарплата была очень маленькая, что у вас есть, сколько у вас членов семьи и принести бумажку о заработной плате, о доходах, о каждого члена семьи. Если она не превышает 850 или 810 евро, если я не ошибаюсь, вы также сможете получать эту помощь. Все будет зависеть, конечно же, сколько вас человек в семье. И вот таким способом живут очень многие и иммигранты, и так же само многие испанцы. Если у вас есть дети, на каждого человека вы можете получать примерно по 100 евро, и на вас, может быть, получать от 500 и выше. Но сразу хотела предупредить, эту помощь вы будете ждать очень, очень много месяцев, и не всем ее дают. Также дают эту помощь людям, которые стоят уже очень много времени на учете и ищут, конечно, себе работу и не находят. Вот тогда уже нужно будет обращаться. И помощи у нас еще существуют в СЭПе. Давайте представим, вы проработали уже достаточно времени, и вам 45 лет. Вот 45 лет вам могут дать тоже после 45 лет специальную помощь, которая называется Айуда Паракод из поезды Кваринтай Синьго. Что обозначает она? То есть, давайте представим, ее можно брать три раза. То есть, один год вы берете ее, второй год отдыхаете, и вот так вот три раза. В месяц вы получаете 480 евро, да, на протяжении этих самых. Можете совмещать ее так же само с временной работой. У меня был хороший стаж, я тоже получала эту помощь. Ну, к примеру, мне дали на 11 месяцев. Если у вас рабочий стаж меньше, то есть, конечно же, вам дадут там на 6 месяцев, тоже интересуйтесь. Я считаю, тоже отлично, правда? Так же существует у на Айуда, которая называется Апартирды Синькуэнтайдос, для людей, которому уже 52 года. Кстати, по поводу этой помощи. Ребята, эту помощь вы сможете получать, к примеру, потому что 52, это уже возраст, правда, до самой пенсии. У вас соберут определенные документы, это да. Давайте представим, вам тяжело найти работу уже в этом возрасте, или вы можете работать, допустим, по часам, правда? То есть, вы можете так же самосомещать эту помощь, до самой пенсии. Не густо, но тем не менее, помощь, правда? Когда приходит время пенсии, вам, конечно, убирают эту помощь, и вы начинаете получать вашу пенсию. Очень много, как говорится, пособий в Испании, но для этого, конечно же, нужна работа, для молодых, для пожилых. Интересуйтесь и не стесняйтесь. Вы можете взять Ситу, и там вам расскажут все подробности. Или зайти, к примеру, на эту страничку и поинтересоваться, переводите ее на ваш язык, и там все написано. Все, как видите, есть положительные стороны во всем этом, и самое главное, что вы зарабатываете себе на стаж. Зарабатывайте вашу подушечку на пенсии. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. Я говорю вам до скорого. Я надеюсь, вам понравилась эта информация. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорого.